здравствуйте девочки я тут на природе отдыхаю но отдыхать не получается я надеюсь что сейчас пошла трансляция есть тут одна вещь которую меня вот одна муха зудящая который живет в моем доме вы даже знаете как ее зовут это муха ко мне прицепилась и упросила сделать поп-ит ну в курсе наверное от этих всех рекламок вот эти вот штуки челкающие мой ребенок тоже падки на эти штуки и собирает разные какие только возможно тут ему вспомнилось что у него мама тоже все умеет и нам заказ поступил естественно сиреноголовый чтобы был в виде попыток вот ну поскольку это муха если привяжется то не отцепиться я чувствую что мастер-класс сегодняшняя тоже не смогу начать без того чтобы не сделать ему этот попыток и поскольку я думаю что у вас тоже есть такие чудики дома то решила вам тоже показать как это можно сделать на мой взгляд можно все это реализовать поэтому давайте попробуем пусть побалуются наши маленькие детки ну форма попытает совершенно конечно вещь такая индивидуальная хоть бабочку хоть кого можно сделать значит что нам понадобится двухмиллиметровый фон обязательно лучше двухмиллиметровый иначе пора порвут они все это быстро какой-нибудь небольшой шарик ну где диаметром вот в районе двух сантиметров я думаю как раз подойдет и нужно этот шан на этот шарик натянуть двухмиллиметровый фон маленький кусочек но сделаю такую конструкцию чтобы удобнее было красочка какая-нибудь крышечка шарик чтобы не укатывался и разогреваем фон кто умеет с помощью утюга проще по пожалуйста я с помощью фена утюгом почти не пользуюсь здесь не нужно его очень сильно тянуть нам нужно натянуть только до середины шарика это значит выпуклость будет примерно один сантиметр подожду когда он остынет все формочка готова и срезаю припуски я не буду сильно стараться я не буду делать такой вариант как на продажу но если понравится вам потом можете и увлечься этой темой вполне мы просто вчера попробовали я сделала простой он приходит ко мне говорит мама давай что-нибудь поделаем своими руками своими руками это значит что понятно что я буду делать он будет руководить и сделаем очень простой попыт из 2 из 2 пупырышек там и шарика которые нашли как он был счастлив как он был рад ну все и сразу после этого у нас новая идея сиреноголовый нам нужна будет какая-то основа у сиреноголового две сирены мне проконсультировали что на разном уровне они должны быть однозначно вот ну естественно вот это вот все все вот это чудо я делать не буду я только попроще в общем я сделала шаблон из картонки вырезала в нем шарики такие чтобы проходил сюда шарик моего диаметра и с двух сторон буду оклеивать фомом вот с одной стороны я уже двухмиллиметровым фомом оклеила не буду даже краешки обрезанные не не очень ровно даже не буду их обрабатывать хотя по-хорошему их нужно пройти все выжигателем чтобы они прям были ровные аккуратные но но моему красавцу и так пойдет у меня мастер-класс через час а я тут буду этими заниматься штуками снова такой выжигателя можно пройти прогреть и вмять туда хорошенько краешки чтобы все было аккуратно две детальки такие мне нужны вот они так будут с двух сторон оклею эту штуку но думаю что с этим все все понятно да предельно я единственное что думаю ну что чтобы не не сломал картон то плотный конечно но хочется чтобы он пожестче был поэтому поставлю сюда еще проволочку пусть уж будет вечным так я сейчас только минуточку я посмотрю вроде как в эфире но на всякий случай гляну чтобы шла трансляция вот эти кнопки лично не то что нужно на вроде идет у нас все в эфире и так значит ну вот проведу по тельцу ему я наметила тут у меня сколько получается 7 3 5 6 7 таких кружочков так что и 7 шариков уже натянула проволочку здесь не обязательно особо толстую если просто я вам предлагала голову инопланетянина тоже прикольная такая большая круглая с двумя глазами и сиди выдавливая ему глаза вот ну инопланетянин это хорошо но нам сначала нужен сиреноголовый не удалось мне на два шарика его уговорить все таки попроще сделаю чем то что он тут не на предлагал но удобнее конечно было бы эту проволочку сразу на тот слой налепить но я так спустя рукава честно говоря естественно отношусь сейчас к этому вопросу так чисто показать идею вообще собиралась просто одна в тишине это сделать да и все потом подумала что у вас же тоже есть такие дети которым тоже нравятся пупы ты поскольку я где детки подки на рекламку вот но если бы я обычную делала я бы там проволоку не вставляла это так вот тут чтобы зафиксирую немножко чтобы не с не сразу сломал то что начнет гнуть под залью немного хотела еще сначала чтобы попроще было бы ну муха ну вот 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 говорю же про зудящие мухи да вот это вот ты что ко мне прилетела вот никита вот у меня у меня также ходит как муха с утра ведь вечером вчера пообещала говорю ладно сделаю утром не успела проснуться мам ты сделала пошел позавтракал приходит мам ну сейчас тоже сделала а часто начнешь делать все время ближе к двум часам сейчас уехала с папой в магазин небольшой небольшое время тишины случилось надо срочно делать иначе он нам жизни не даст так но руки ноги я вырежу их просто вот вот в один слой просто приклею руках ногах я уже не буду делать пупытики там единственное только меня просили что у него на руках должны быть когти чего-нибудь тут вырежем если дергать не будет он не оторвет все на глаз абсолютно можете попросить свою своего ребенка нарисовать дизайн будущего пупыта муха уйди пожалуйста вот мне никиты только не хватает и тут еще мне еще одно так вот если там будет ладошка хватит там четыре пальца нет интересно как живут мамы которые ничего не умеют наверно живут они спокойно что-то у нас фантазия бьет через край постоянно не даем мамочки покоя но это как говорят сначала так пока дети маленькие мы от них все время отпины ваемся а потом когда мы станем старенькие дети на от нас начнут отпины ваться что такого не было надо проводить ребенка время поэтому конечно я хоть и ворчу но я очень довольна что у ребенка есть какие-то интересы увлечения он тут чего-то фантазирует сам же нарисовал рисунок художник вот такой приклеим сначала ему такой простой совсем нарисовала ну прям прям прямоугольник буквально ой нет над закруглить ой а давай ручки добавим давай вот но ножки нам тоже нужны ручки и ножки всего сейчас тут должно появиться так ну и ножки ножки какие-нибудь тоже расширяющиеся книги так то судя по работам которые вы делаете я смотрю что он у многих детки знают этих монстриков тоже счастливы что мамочки научились такое делать ну можно бабочку у кого девочки которые любят поняшечек очень даже любую абсолютно фигурку сделать самое главное вам сейчас посмотреть на тот принцип который получается что шарики они даже щелкают как сказал никита и это прям вообще просто супер в жизни не знал слова стресс зато здесь после рекламы ой все у меня стресс надо позаниматься попыткам баса деловая вот начинают наших детей приучать тому что у них стресс и было депрессии что это нормально как начали об этом разговариваете о депрессиях и всяких я тоже периодически начинают по моему я впадаю в депрессию едешь домой настроение плохое тут чувствую прям депрессия подступает домой приедешь тут эти чудики одному одному надо одно другому другое налетели со всех сторон начинаешь делать думаешь боже какая тут депрессия может быть так теперь смотрите значит вот эти шарики вставляю напишет тема актуальная самолетики летают мухи что жара такая на улице стоит прям классно классно когда в бассейне сегодня с утра вышла в бассейне вода 30 градусов вылазить не хотелось а сейчас сижу уже опять все жарко вот смотрите вот приклеивается вот она слышите щелкает вот но если краешки еще обработать аккуратненько будет давайте я не буду этим заниматься моему чуду все равно это на один раз потом еще что-нибудь захочет может теперь не отстанет вот так прям сразу шариком туда протолкну и припуски опущу ну проще всего тут какой-нибудь такой стико стеклянный шарик чтобы жестким дырочки обязательно смотрите по размеру чтобы шарик измеряете сразу чтобы туда прям со свистом пролетал потому что потом фломом он еще закрывается дырочка становится чуть меньше то есть он должен прям туда спокойно проходить когда голенький дырочку чуть-чуть на пару миллиметров побольше вырезаем а то я в первом просто сделала там прям по размеру и ну вот эти шарики они потом сминаются немножко чтобы они свободно вошли эй вылазь давай анастасия пишет нет таких мам которые ничего не умеют мы все найдем но не знаю не знаю во дворе то сколько вот он гуляет там со своими монстриками теперь новоявленными что мама делает там же конечно там другие мамы просто просят продать или сделать на заказ то что сами сами не могут нашего красавца фантазия позволяет выдумывать много чего я еще от некоторых вещей отбрыкиваюсь когда я вообще работала только на никиту владиславовича так они похоже еще одного не хватает все семь штук сделал фантазия безгранична но единственное радует все игрушки которые куплены в магазине много тоже там чего только не покупали всякие машинки самолетики всякая всячина буквально хватает его на час на два пока вот эта новенькая пока распечатать там все а вот с такими игрушками эксклюзивными носится целыми днями помните в свое время когда-то я делала экспресс мастер-класс у нас был по пиратам и там целый сундук был там и шляпа и сабля монеты и труба под ну в общем там все все же много чего наделывали он неделю носился с этим сундуком и потом еще полгода как минимум доставал еще тот тот то что еще не успел растерять периодически не там с дианка пришлось им вторую шляпу сделать сестренка играли в пиратов носились то есть это то чего хватает им прям надолго я удивлена потому что я думаю что моему ребенку вообще любые игрушки это вот чуть-чуть поиграл и бросил оказывается нет есть такие игрушки которым прям может играть долго надо только через год я потом уже на сундук естественно там уже весь превратился непонятно что я уже по выбрасывала потихоньку то поломали но это прям для нас срок сиреноголовым до сих пор носимся сколько времени прошло когда мы его делали то правда уже ноги отваливались ремонтировать уже приходилось до сих пор и на дачу с ним там городе все вот такая штука штука получается естественно здесь можно ее еще украсить то что какие-то элементики аппликацию уже можно устроить и раз по раскрашиваете аппликацию но я вчера когда ему морд морду сделала я сделал просто такую круглую штуку одну овальную и сделала два попытка там побольше были у у меня все было предложение чтобы сделать бы их из белого двухмиллиметрового сделать как глаза вот но я ему дала там он зеленый выбрал цвет уже где-то раскрасил где-то носится он с ним поэтому сейчас не могу показать но думаю что представите и дала ему эту мордашку чтобы он ее раскрасил там зубы сделал нос к ней и вообще вообще была мысль сделать какую-нибудь штуку именно выдави глаз называется ну мальчику не какой-нибудь чтобы грунт поэтому хотел там инопланетянина потом подумал что принципе можно там если заморочиться подумает а можно с одной стороны сделать морду с этими глазами кого-то одного персонажа потом перевернуть и с другой стороны даже помните как картины которые там смотришь с одной стороны с другой то это бабка то перевернешь это детка думаю что-нибудь из такой серии чтобы здесь здесь одна морда потом ее вот так прям переворачиваешь да и это другая уже там низ превращается вверх какую-нибудь вот такую вот игрушку можно задумать то что прям со смыслом каким-то было и удивительно опять же дети мне пока это шансов не дали у нас сирена головой первое что нам надо прикольно когда ребенок фантазирует черенка попытку мама ты оказывается их умеешь делать да ты все там это у меня самое лучшее тут счастье безгранично что ради такого не сделаешь да сейчас смотрю скелетик накидаем а потом пускай сидит раскрашивать у меня еще ну как будто то что сирены там есть мысль что может быть там же зубы такие идут у сирены белые сиренах стоят или а кстати можно их с внешней стороны на раскрасить если он будет не против можно наверное вот такую вот штуку нарисовать да и тут подобие зубов вот просто подумала про шарики думать ли их раскрашивать акриловая краска все равно сотрется либо туда-сюда их тыкать краска акрила все равно стирается из материала какого сделано татьян из фома черную ноты темно-коричневые живут вот эти штучки фом двух миллиметров я в самом начале его натягивала на шарик тоже они просто фом потому что до 2 миллиметра был поскольку это резина щелкает мама они еще щелкают лето в разгаре на это точно пусть побольше будет идей я не знаю как это реализовать потом начинает уже как-то голова сначала как чего за запросит божечки мои как же я все это сделаю ну да зато с ним потом хорошо что такие новые идеи свежая кровь то что самой бы в голову не пришло решаешь задачи новые идеи приходят ну вот у меня уже полчаса остается до мастер-класса я еще не накрасилась быстренько эту штучку закончить как раз успеваю к приезду из магазина моего чудика такой будет здесь ну все маму понесло мама хочет дальше красоту наводить сейчас еще из черного фома круги вокруг сирен сделаю их наверно красными да надо сделать красными и белые зубы нарисовать сегодня нам тоже красный фом понадобится где-то у меня был двухмиллиметровый вот ой 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 прошу прощения закачалась так сейчас мы сделаем дальше чисто аппликации так ты по любому шарику сейчас вырежу шаблончик так то я посмотрела кстати единственное наверное что такая хорошая идея производителя и мне понравилось с этими попытками тоже вот это большое поле и посередине игровое поле с кубиками чтобы кидать кубики и потом видимо выпадает у кого быстрее там закончатся все сколько нужно нажать этих дырочек до свой хоть какая то есть от этого игра польза то что вот так вот я не понимаю все сидите я ей пупырку то не понимаю да простят меня те кто ее обожает тыкать совсем меня это не не успокаивает я нам на пупырки не не кидаюсь как только их вижу поэтому и сейчас мне тоже не мне не очень понятно этот ажиотаж вокруг здорово что люди придумали какой то я я завидую идеи тех людей которые задумали какую какую то вещь на которую потом вдруг все всем она понравилась то есть вот в этом я завидую людям надо же так почему почему этого не пришло в голову мне да и какие то есть мелочи которые вдруг приходят людям в голову и потом это становится очень популярным вот этому я завидую я могу подправить потом идеи больше на это то есть не то что прям сновья сновья с ним придумать а вот подправить ее исправить сделать по другому все же на основе чего то вот это я могу вот такого что прям с самого начала задумать по крайней мере пока фантазии не хватает хотелось бы так все сзади вот это все закроется тоже дырочки конечно лист лежал в самом низу когда их вырезала все 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 слои одновременно вот естественно они все такие рваненькие ну для моего красавца так вообще рваная это это даже в тему вот а так выжигателем по краю нужно прям пройти погреть погреть хорошенько и краешки оплавятся и будут ровненькие и торцы тоже можно потом закрасить нужно заклеить ну все зависит от того с какой целью вы все это задумываете моя цель сделать просто игрушку за 20 минут не допишет сын играет с монстром поездом с поездом пожирателя теперь еще такой ему но если попытами увлекается он конечно будет счастлив ни у кого такого не будет еще с любимым персонажем эксклюзивчик я думала о том чтобы сделать там рельефные какие-то морды там про инопланетяне но пока смотрела их морды можно мне кажется даже немножко выпуклую но не сильно конечно чтобы эти пальцы нормально залазили но даже какие-нибудь полуобъемные фигурки вполне можно и вставлять с туда самое главное что вот резина себя прекрасно повела и она есть у нас под рукой и и даже щелкает значит можно делать попыты в какую основу это вставить и здесь фантазируйте цветочки ромашки цветочки ромашки я думала будет прикольно такую штучку можно и на самой штучки нарисовать глаз когда я думала о том что там глаза сделать да то есть например если это будет белая штучка нарисовать зрачок естественно реснички вокруг можно и вот он пожалуйста девочка сидите выдавливайте глазики ну вот смысл вот такой пусть дальше сам раскрашивает мой чудик вот они проваливаются туда и потом выщелкиваются все торца заклеить прокрасить что хотите вот ну жалко сейчас не успел все-таки он приехать сейчас мы услышали его восторженные возгласы но теперь буду принимать благодарности без свидетелей потом расскажу как среагировал чудо мое все раскрашивайте фантазируйте дальше чик-чик чик-чик конечно они они сминаются кстати кто-то по-моему пришел самое главное они выщелкиваются обратно сильно только не натягивайте когда тянете фон потому что если его сильно натянуть он тоненьким становится поэтому тянем очень-очень спокойненько прям чуть-чуть тем более что видите ну вот буквально сантиметр до серединки шарика только вытаскивается больше и не надо чем меньше растяните фон тем плотнее будут останутся вот эти штучки все-все-все-все ну вот в общем творите я надеюсь на идею интересную мы вас с Никиткой натолкнули а теперь ваше дело реализовать все всем пока-пока приятного творчества все все